Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас приветствую в программе «Хлеб на каждый день». И у нас есть сегодня возможность, прочитывая следующий текст Писания, понимать, что Господь разговаривает не только с Давидом, а с каждым из нас этими текстами. Раз Он их оставил как священное Писание, значит, там стоит Его авторство. И даже когда мы прочитывали предыдущие псалмы, и один из них, допустим, в 21-й, тоже псалом Давида, где речь шла точно как пророческое слово о Христе, то Давид переживал что-то похожее, но, понятно, его не распинали, но он говорил именно о распятии, потому что его дух как-то переносился, он мог переживать какие-то события будущего. И вот то, что мы с вами можем прочитывать сегодня и уже в 21 веке размышлять над текстами, которые были давно в древности написаны, говорят об актуальности сегодняшнего дня для нас этих слов, но также и об авторстве. Потому что только Господь, как начальник времени, как тот, который просматривает конец из начала, вот тот Бог знает нас лично и понимает, где мы находимся и что мы делаем. Итак, девятый стих. Нет, десятый. Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее, поток Божий полон воды, ты приготовляешь хлеб, ибо так устроил ее. Есть выражение у Соломона, что умершляемый мечом лучше, чем умершляемый голодом. Почему? Потому что истаивает от недостатка полевых плодов. Но Господь, оказывается, заложил в землю способность рождать хлеб. И если он эту способность забирает, то земля становится солончатой, то есть неплодородной. И тогда, сколько бы ни сеял человек, она не дает ему плода. И несколько раз за историю человечества голод таким образом приходил в общество, когда земля становилась сухой, когда она не давала урожая, потому что засуха, она приходила тоже как наказание Божье. И на сегодняшний день, когда мы стоим в преддверии этих же самых похожих состояний в обществе, почему в преддверии? Потому что Библия нам показывает последовательность событий, что после огненного коня войны выходит конь голода. И поэтому, друзья, зная, что Господь управляет процессами на планете Земля, я прошу, чтобы мы сейчас не впадали в панику, а обращались к такому Богу, у которого есть вот это слово. Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, чтобы Господь посетил наши земли, чтобы нам не быть под давлением голода. Вы знаете, когда мы читаем слова, сказанные Иисусом Христом о последних днях, Он говорит, землетрясение, глады и моры по местам. По местам это значит, где-то какая-то часть будет происходить, а где-то не будет. И поэтому я хочу молиться о нашей стране, о нашей земле вместе с вами, чтобы это место было местом, где Иосиф собирал хлеб, чтобы среди нас были Иосифы, чтобы среди нас были люди, которые на разных уровнях общества могли об этом позаботиться и молиться об этой земле таким образом. Если ты утоляешь ее жажду, обильно обогащаешь ее, поток Божий полон воды. То есть у нас может недостаток быть в воде, но не в Боге. У него полон воды его поток. Ты приготовляешь хлеб, ибо так устроил ее. Поэтому, зная, что Он творец, Он создал механизм в земле, чтобы она давала пищу для тех, кто сеет, но также и для тех, кто уповает на Него. И поэтому я хочу сегодня вместе с вами быть числеуповающих на Бога, могущественным образом обращаться к Нему, молиться заблаговременно. Хотя, может быть, уже этого времени осталось совсем немного, и мы находимся в преддверии каких-то неприятных событий. Но знаете, друзья, Господь сказал, что вы лучше даже самых малых птиц. Если Он их питает, то и нас пропитает. Небесный Отец, мы сейчас молимся о той земле, по которой мы ходим, которая приняла уже столько крови, столько стона, столько насилия, столько сквернословия, что она становится солончатой от того, кто ходит по ней. Но я молюсь о том, чтобы, Господь, праведники, которые могут возносить к тебе молитвы, благословлять землю, на которой мы живем, чтобы нам, Боже, был всегда открыт доступ к твоему потоку, чтобы земли, на которых мы живем или что-то выращиваем, чтобы они давали нам урожая и хорошие урожаи. Поэтому я прошу тебя, чтобы ты отделил от этого мира свой народ и как можно больше людей ввел в это число, чтобы праведников становилось больше в нашей земле, чтобы люди, они знали, к кому обращаться за помощью, когда эту землю надо исцелять от тех потрясений, в которых она оказалась за последние годы. Прости, Господь, за невежество, за неверие, за сквернословие. Прости и очисти эту землю. Мы молимся, а ты знаешь, как ответить. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok